Добрый день, в эфире Ирявунг ТВ. У нас в гостях Кавказовед, председатель Ассамблеи Азербайджанских Армян Григорий Айвазян. А учитывая, что восхваляют убийц в Азербайджане, таких как Рамиль Сафаров и того блогера, который обезглавил армянского пенсионера в Гадрудском районе, учитывая это, неправильнее было бы изображать на гербе Азербайджана топор, что более бы соответствовало менталитету Азербайджана. Никакого Азербайджана на территории Южного Кавказа не существовало до 1918 года. Так называемое понятие «азербайджанцы» первый раз в документах появилось в 1936 году. Что за наглая ложь про азербайджанские ханства, про азербайджанские территории, про земли западного Азербайджана, северного Азербайджана, восточного Азербайджана. Здесь никогда не существовало на Южном Кавказе. Фактически, Азербайджан государство, у которого столько отцов есть. Сталин отец, значит, пантюркистцы отцы, значит, Буньятов отец, Гейдар Алиев отец, Ильхам Алиев отец. Позвольте мне задать логический вопрос. Если у Азербайджана столько отцов, кто же тогда его мать? По поводу наших земель мы не должны забывать, что мы должны бороться для того, чтобы закрепить наши права, а не ожидать сидеть на тахте и ждать судьбы. Добрый день, господин Айвадян. Здравствуйте. Рады вас вновь видеть в нашей студии. Как мы с вами уже обсудили перед эфиром, тема продолжает быть актуальной. Мы с вами тут встречались три года назад. Тема развивается, связанная с азербайджанскими армянами, с карабахскими армянами. И сегодня мы с вами обсудим некоторые актуальные вопросы. Господин Айвадян, один из самых актуальных вопросов – это возвращение карабахских армян на свои земли исконные. Но Пашинян недавно заявил, что в том виде, в котором представляют бывшие чиновники Карабаха, это невозможно. Как это понимать? То есть возвращение карабахских армян на свои исконные земли – это невозможно? – Благодарю за приглашение. Тоже рад вас увидеть. Тема действительно актуальна и все больше актуализируется. Но мы должны начать с причины, корня зла в данном вопросе. То, что происходит в соседней республике. Мы видели за это время, промежуток, который мы не делали в нашей нынешней встрече, какие события произошли. Фактически, со стороны Азербайджана имело место агрессия, геноцидальный акт, уже еще раз геноцидальный акт. И в 2020 году войну развязали против народа Арцаха. А в 2023 году они сделали все для того, чтобы Арцах обезлюдил. Впервые за многотысячелетнюю историю эта часть армянского, исторической Армении осталась без своего коренного населения. Значит, мы должны понимать, что вот, ну, к слову сказать, как пример, да. Вот был фильм такой в свое время известный «Властелин колец». Вот, значит, Абшеронский властелин овец, простите за мой французский, себя считает всевластным и всемогущим. И, значит, будучи практически ослеплен, восхваляющий его толпой таких же, значит, приверженцев азербайджанского нацизма, он все больше и больше поступает, значит, нагло себя ведет в ситуации с армянами Карабаха. Вот мы говорим про право возвращения. На самом деле, Алиевская диктатура, фашистский Азербайджан, целый ряд предварительных претензий предъявил армянскому государству и народу, исполнение которых, по сути бы, означало, что республика Армения постигнет судьба Нагорного Карабаха, Арцаха. То есть, фактически, Алиев требует расформирования армии нашей армянской, фактически требует расформования минской группы ОБСЕ с армянской стороны, отзыв взаимных исков из различных международных инстанций, что нам абсолютно невыгодно, изменение конституции. Одно из требований сейчас добавилось возвращение в кавычках в Ириван, так называемого коренного населения. Недавно шоу, это колоннаду провели в Берджоре, временно оккупированным Азербайджаном, с участием так называемой общины, значит, западного Азербайджана, азербайджанских турок. Можно сколько угодно относиться к этому с недоверием, смехом или издевательством, но мы помним, что в свое время существовала так называемая община азербайджанцев Карабаха в изгнании. И чем это все в конечном итоге закончилось? Дошло до того, что они уже по приказке на учению Алиева, а на самом деле это при государственных структурах, работающая организация, финансируемая и получающая приказы с самого верху. Не случайно на открытии организации присутствовал сам президент и давал распоряжение, понимаешь, что уже назначал еще не на неоккупированных территориях своих представителей, то есть на территории Армении. Значит, они уже объявили о том, что начали формировать, будут формировать правительство западного Азербайджана, подразумевая республику Армения в изгнании. Это фактически, фактически, Алиевский режим не скрывает, что претендует на всю территорию Армении, не только на так называемый Зангидзурский коридор, а на всю территорию Армении, армянскому народу, не давая возможности и права существования на своей исторической родине. И это не только арцахцев касается, на самом деле. В этой большой игре они не получили все, к чему стремились. Тюркского так называемого коридора Арцах всего-навсего этапом был. Для них главное Зангидзурский коридор, так скажем, значит, чтобы транснациональный коридор открыть, который соединит весь тюркский мир. От Стамбула до Синьцзяньуйгура и так далее. Их пан-тюркистская мечта. Если они с нас... Ну, в данном случае, вместо того, чтобы мы были инициаторами требования, с нашей стороны выдвигалось. И о праве возвращения арцахцев на свои земли, которые множество международных организаций об этом заявляют в унисон, о том, что они имеют право. Значит, вместо того, чтобы мы заявляли, Алиев требует, чтобы Армения признала Ходжалы, типа, что там произошло, хотя это провокация Народного фронта Азербайджана, всем известная, с целью свержения Аяза Муталибова, тогдашнего президента. Это и Дана Мазалова, чешский журналист, подтвердила Чингин Мустафаев, видел, значит, интервью давал по поводу того, что ему угрожают физической расправой и убили в конце концов. Дана Мазалова опубликовала свою статью с президентом, где говорилось, что это была провокация Народного фронта и так далее. Мы должны требовать с них признания геноцида армян в Азербайджане, право возвращения под международные гарантии безопасности армян на прежние места проживания. Это еще отдельно от Арцаха. Мы должны с требованием признание геноцида армян в Азербайджане, его этапов в Баку, Сумгаид и так далее. Обезлюдивание северного Арцаха, 88-92 год, что Азербайджан проводил. Это мы не просто должны, а обязаны. Это в конституции Азербайджана закреплены территориальные претензии к республике Армения. Там фактически ссылка идет на акт о государственной независимости первой так называемой Азербайджанской республики, которую они называют ее правоприемник. Между прочим, этим самым отказывается от всех прав на Нахичеван и на Горный Карабах. Но тем не менее, заявляя более обширные претензии, не секрет, что на Парижскую мирную конференцию азербайджанская сторона послала определенную карту, где минимальную территорию свою заявила 113 800 квадратных километров. Это значит не 86 тысяч, как некоторые повторяют как мантра, ссылаясь на Алматинскую декларацию, хотя Алматинская декларация по сути-то являлась документом о прекращении существования СССР и организации СНГ, Содружества независимых государств, а не то, что там сидели карандашом, прочерчивали границы и так далее. И эти границы не были государственными, а административными внутри одной страны. Так вот, вместо того, чтобы мы должны осознавать, что Азербайджан к нам территориальные претензии имеет около 19 200 квадратных километров. По сути, оставляя Армению, как в турецкой историографии называется, проклятый армянский клин называется, то есть в размере около 10 тысяч квадратных километров в качестве анклава внутри турецко-азербайджанского тандема, то есть турецкого мира внутри анклава с перспективой его обезлюдивания, как это произошло с Арцахом. Фактически, когда они требуют с нас, то мы должны поменять наш герб, потому что Арарат, это значит на территории другой страны сейчас находится. Мол, в Армении, Алиев говорит, много гор есть. А я не понял, что полумесяц и звезда, которая украшает флаг Азербайджана и Турции, принадлежит Турции и Азербайджану, половина луны турецкая, половина луна азербайджанская. Так надо понимать. Или дальше, например. Когда они говорят, что мы должны более смягчить вот эти вот так называемые с их стороны подходы, а наша борьба за справедливость для них это реваншизм. Например, не более уместно было бы на азербайджанском флаге, что исторически и этнически было бодающих друг друга изобразить белого и черного барана. Например, известно, что в основе этногенеза азербайджанских турок лежат племена Аккоинлу и Караккоинлу, туркменские и тюркские племена, на флагах которой баран изображался, белый и черный баран, соответственно. А учитывая, что восхваляют убийц в Азербайджане, таких как Рамиль Сафаров и того блогера, который обезглавил армянского пенсионера в Гадруцком районе, учитывая это, неправильнее было бы изображать на гербе Азербайджана топор, что более бы соответствовало менталитету Азербайджана. Но из уважения президенту Азербайджана можно было бы еще силуэт носорога добавить. Ну, в Азербайджане у него такая кличка есть, за спиной называют носорогом. Это разве не больно? Они обязаны изменить свою конституцию, а не требовать у нас. В преамбуле конституции, да, у нас есть ссылка на Декларацию о государственной независимости Армении. В Декларации четко сказано, что Армения должна, во-первых, об воссоединении Армении и Арцаха там есть, и во-вторых, есть пункт в Декларации, но не в Конституции. Значит, и во-вторых, есть пункт о том, что Армения сделает все от нее зависящее, чтобы признание геноцида произошло, который произошел на территории Западной Армении, формулировка Западной Армении, и на территории Турции. То есть тут формулировка и про геноцид есть, и про это. Требовать от нас это убрать, это насколько закономерно. Вместо того, чтобы мы, например, говорят, что, а вот если правительство Арцаха в изгнании будет действовать, что они обязаны сделать, вообще-то обязаны делать, потому что люди их выбрали, они обязаны их интересы представлять на самом деле, а не сидеть просто, значит, как сторонний наблюдатель. Эти говорят нам, что это может вызвать агрессию со стороны Азербайджана в таком случае. Ну а то, что в Азербайджане действует правительство так называемого Западного Азербайджана в изгнании, подразумевая, что Ереван, Ереван, столица Западного Азербайджана, это никак не мешает мирным переговорам. Сто-сто раз повторяли, никогда не должен быть между Арменией заключен и Азербайджаном мирный договор, потому что, как таковой, войны с юридической точки зрения не было. Максимум, что может быть, это подписан договор о нормализации отношений. Когда мы вот недавно видели подтверждение устава по делимитации и демаркации границы комиссии, а тогда на каком основании в Тауши, в районе Киранца и так далее, уточнение границ происходило, если этого устава еще не было принято, если внутригосударственные процедуры этот устав, как в Армении, а в Азербайджане вообще ничего не слышно, на каком этапе это все находится, не было принято. Разве стоило в одностороннем порядке к жизненно важным коммуникациям допускать азербайджанские военные коммуникации, к нашим городским центрам и так далее, жизненно важным центрам республики Армения? Азербайджан не скрывает свои попытки агрессии. Вот выборы, которые в Азербайджане недавно. Многие говорят, а почему перенесли? А это не случайно. Они и вот это международное саммит должен КОП-29 произойти в Азербайджане, но не из-за этого они перенесли выборы. По сути, они ждут для себя более удачной политической развития ситуации для того, чтобы в отношении Армении агрессию очередную проявить. То есть, поэтому они выборы перенесли. И с другой стороны, исторический шанс у них может больше и не быть провести выборы на контролируемом, временно контролируемом им территории Карабаха. Потому что все меняется в регионе в данном. Не случайно Персия предупредила, и мы должны это понимать, что вопрос очень серьезно стоит вероятной азербайджанской агрессии о том, что и Россию предупредила, вызвав посла, соответственно, и азербайджанскую сторону, что для них неприемлемы любые уступки в этом направлении. Спасибо, господин Айвазян. Вот сейчас по некоторым пунктам отдельно пройдемся. Армянские представители армянского правительства с воодушевлением заявляют о том, что мирный договор практически согласован на 80%. Есть ли чему так радоваться? И говорят, что мы сейчас максимально подошли близко к этому подписанию мирного договора. Как вам вообще это видится? Может ли быть мирный договор? И может ли там армянские национальные интересы как-то сохраняться? То есть с чем связано такое воодушевление? И видите ли вы в ближайшее время, что подпишут все же этот договор? Причин для воодушевления я абсолютно не вижу в этом вопросе. Тем более, что да, с азербайджанской стороны тоже звучат заявления по поводу того, что около 80% уже согласовано, но Азербайджан четко заявил, пока не согласовано все, значит не согласовано ничего. А Азербайджан, о чем бы ни договаривались, выдвигает все новые и новые требования, которые по сути делают нелогичным подписание любого договора с азербайджанской стороной. Вот сейчас они в повестку дня еще ввели вот этот вопрос по поводу так называемого возвращения их беженцев в Армению. А почему Алиев не думает, что более полмиллиона армян покинули территорию Азербайджанской ССР в 1988-1992 год вместе с их наследниками, их число около миллиона человек заключается? Их имущество оценивается потерей, моральные, материальные, территориальные и так далее, около 100 миллиардов долларов. Алиев не хочет компенсировать или готов Алиев предоставить гарантии безопасности в случае возвращения этих людей? Какое имеет право Азербайджан препятствовать возвращению мирного населения Арцаха на свои территории? Это требуют все международные структуры, это должно быть основным требованием как правительства Арцаха в изгнании, так я и думаю, что и наших арцахских земляков, потому что есть ли цена, которой можно компенсировать потерю Родины вообще в мире? И бывает цена Родины. Родина это бесценно, поэтому все разговоры о том, что там вот такие компенсации, программы интеграции, переселения, заселения пограничных районов Армении, которые также находятся под прицелом Азербайджана по факту и возможными мишенями азербайджанской близлежащей агрессии, это надо понимать, что делается. И в конце концов бумажку, бумажка не может принести мир, а мир может быть прочным и долговременным, если он на достойных условиях заключен, если мир, так скажем, это фактически диктат одной из сторон, в кавычках, мир, то есть получается Азербайджан хочет, чтобы армянская сторона подписала фактически безоговорочную капитуляцию перед Азербайджаном на его условиях, другое видение ситуации они не представляют себе, поэтому, конечно, никакого воодушевления, как особых предпосылок нет, но даже если будет подписано, это в любом случае ничего не даст. Уточнение границ, неуточнение границ, еще раз говорю, нынешний Арцах сам по себе, как и на Сечеван, к нынешнему Азербайджану никакого отношения не имеет. Вот не так давно, 2 сентября, была очередная годовщина, дата провозглашения независимости республики Арцах, фактически. И мы должны понимать, что Азербайджан присоединился к этой так называемой Алматинской декларации только в 1993 году. Во-первых. Во-вторых, Арцах вышел из состава Советского Союза, по советскому же законодательству вышел. И Алматинская декларация, ее, так скажем, пункты, ровно так же распространяются на Арцах, как и на Азербайджан. В принципе, на территории бывшей Азербайджанской ССР, на равных практически правах, но более легитимно с этой стороны Арцах был, потому что с соблюдением всех правил вышел из состава СССР, образовались два субъекта – Азербайджанская республика и Нагорно-Карабахская армянская республика Арцах. Так что это реальность. И в Алматинской декларации не надо вводить людей в заблуждение, что так и так все было предрешено, территориальная целостность Арцах в ней ранках Азербайджана никто не представлял. Это неправда. Азербайджан несколько раз потерял любое право претендовать на Арцах. Первый раз и основной раз, когда провел геноцид по отношению к своему собственному мирному населению задолго до начала военных действий и на большой территории от фронта будущего. Это уже доказывало невозможность мирного сосуществования азербайджанских турок и арцахских армян совместно, мирно, в рамках единого государства. Это уже само по себе это говорило. Ту политику армянофобии, шовинизма, которую на протяжении десятилетий азербайджанское руководство от отца сына передавая власть культивировало в Азербайджане, начиная с детских седского садика, вовсе не располагает, абсолютно не располагает, к тому, чтобы можно было думать о долговременном справедливом мире, и стабильном мире, который сегодня-завтра не перерастет в новую азербайджанскую агрессию. К чему Азербайджан на всех парах готовится, готовя информационное поле. Посмотрите, не прекращаются военные учения турецко-азербайджанские, отдельно азербайджанские, с момента прекращения даже огня, с момента временной оккупации Арцаха не прекращаются военные учения. Это для чего? Это признак того, что Азербайджан к миру готовится? Какой-то странный признак проявлять свое миролюбие? Ну, помимо требований, которые выдвигает Алиев, которые вы уже перечислили, слышим, что представители армянского правительства говорят о том, что необходимо распустить парламентскую комиссию Карабаха, а также освободить здание, которое занимают представители правительства Нагорно-Карабахской республики. Это звучит из уста армянских чиновников, армянского правительства. Как понимать? То есть, с одной стороны, Алиев выдвигает требования, с другой стороны, армянское правительство тоже говорит о том, что нужно это все ликвидировать, выселить. Почему вот такое отношение? Ну, я считаю, более логично было бы с армянской стороны предъявить требования Азербайджану распустить марионетничную структуру так называемого западного Азербайджана, чтобы они вернули здание, которое занимают в центре Баку, опять же, правительству Азербайджана, чтобы территориальных поползновений никаких не предъявляли, что это угроза дестабилизации отношений, не молчанием это все встречать, а и даже не отвечать на их инициативу, а наоборот, взять инициативу в свои руки в этом вопросе, потому что нам еще очень много предстоит и есть возможности создать на дипломатическом поле. Что касается ситуации с Арцахом, еще не все потеряно. Это не комет света. Наш народ еще более жестокие и тяжелые времена переживал и, подобно птице Фениксу, значит, из пепла возрождался. Поэтому я считаю, что в первую очередь мы должны не отчаиваться, не считать, что все потеряно. Это абсолютно не так. Проигрываешь только тогда, когда перестаешь бороться. А если ты продолжаешь бороться за справедливость, то ты не можешь проиграть в этой борьбе. И в данном случае, да, всесторонняя нужна поддержка и консолидация правительства Арцаха. Но в первую очередь мы должны, честно сказать, значит, бенефициарами этого всего, как и инициаторами, должны быть сами арцахцы, само руководство Арцаха. Никто не обязан это делать, тем более какая атмосфера мы видим внутриполитической нестабильной ситуации в республике Армения, чему очень рад Азербайджан и аплодирует и делает все, чтобы дестабилизировать эту ситуацию. Они это годами делали, пытаясь посеять рознь между так называемыми карабахскими и, значит, местными армянами и так далее и тому подобное. Это вся гниль, эта вся зараза идет из поганой азербайджанской историографии. Зиакильем Польский, значит, Левиатов, Зиабуньятов, Фарида Мамедова. Целая школа зомбировала вот на этом всем. И, как видно, это свои всходы дало в неокрепших умах некоторых маразматиков, которые внутри армянского народа ищут себе врагов, в то время как искать не нужно, днем с огнем идти искать врагов. Если видно, что турецко-азербайджанский тандем, какую политику проводит в отношении армянского государства, то Эрдоган открыто сказал нет, что, угрожая Израилю по вопросу Палестины, открыто сказал, что Турция вошла в Ливию, Турция вошла в Карабах, если надо будет, она войдет и, значит, в Палестину. Ну, конечно, в случае с Палестиной это ему просто языком трепал. А то, что признание официальное, что да, пришлось воевать действительно Арцаху с турецко-азербайджанско-пакистанским тандемом, по факту, это факт. И мы должны считаться с этим. Мы должны пытаться наладить дипломатические отношения со всеми силовыми центрами, а не противопоставлять себя им. И если мы выбрали какой-то путь внешнеполитической ориентации, то будь последовательным в этом направлении, а то получается, значит, один шаг вперед, два шага назад. То мы, понимаешь ли, значит, заморозили наше участие в ОДКБ, то мы соглашаемся на саммит в Казани, значит, стран БРИКС. Это как понимать? Наши европейские партнеры этого не понимают, на бывшем советском пространстве тоже этого не понимают. Что ж такое? Где же последовательность? Должна быть какая-то внутренняя логика, чтобы тебя считали надежным партнером. Только в таком случае ты вправе рассчитывать, не обвинять налево и направо, вот нас не поддержали, вот нас не это. Ты должен хотя бы сам для себя определить вектор развития своего государства и быть понятным в этом новом мире. Для партнеров возможных черное называть черным, белое называть белым. Если Азербайджан и Турция это враг, значит, Азербайджан и Турция это враг. Если самое, не надо и вообще абсурдно противопоставлять историческую Армению, значит, реальной Армении. Нынешняя Армения находится на, значит, меньше чем 7% территории исторической Армении занимает. То же самое время, нынешняя Армения это продолжение органической части истории армянского народа и государства. На армянском языке гайотс-патмутсюн это не история армянского народа. Гайотс это как из Гарабара, да, если мы говорим, Гайотс это и нация, и государство. Воевать с витринными мельницами, изобретать Америку в данном случае не стоит. Если мы говорим, что я вам скажу, что, вот тут я вам скажу как историк, как кандидат исторических наук, что для меня, например, история Армении, как и для многих моих коллег, это история существования армянского государства с незначительными этапами прекращения его существования, а не история несуществования армянского государства с незначительными этапами его существования. Мы должны помнить, что на Армянском Нагоре, по сути, очаг армянского государства никогда не исчезал после падения центрального армянского государства Багратидов В 1045 году Гагик второй последний всеармянский царь был. После этого же оставалось Карское армянское царство, Таширское армянское царство, Кафанское армянское царство, Теодороса в Аржуни, значит, государство Теодороса в Аржуни на территории Армении было образовано. Правда, оно не очень долго просуществовало, но факт остается фактом. И в недрах фактически государства Теодороса в Аржуни сформировалось Рубеницкое армянское будущее Киликийское царство. Я уже не говорю про Арцах, значит, Хачинское княжество царства, а потом Меликство Хамсы. И фактически в таком состоянии это дошло сплошь, то есть армянские автономные государственные образования, сплошь для присоединения к Российской империи. О чем речь? Что значит несуществование армянского государства? Это несуществование азербайджанского государства. Никакого Азербайджана на территории Южного Кавказа не существовало до 1918 года. Так называемое понятие азербайджанцы первый раз в документах появилось в 1936 году. Что за наглая ложь про азербайджанские ханства, про азербайджанские территории, про земли западного Азербайджана, северного Азербайджана, восточного Азербайджана. Здесь никогда не существовало на Южном Кавказе такого государства, как Азербайджан. Что значит? Хейремли это армянское или не армянское? Та уж, что область входит, там есть у нас Аскепара, есть деревня или нет? А вы возьмите, может быть, возьмете, прочитаете, например, значит, армянский же закон о территориальном делении внутреннем. Может быть, посмотрите, что где, где некоторые наши политики говорят, где председатель этого села? Пускай, почему я не вижу на этом собрании, а то, что эти территории были включены административно, как раз в Аскепар и так далее, председатели этих сел, там же присутствовали, фактически они делегированы и от этих территорий. Зачем заниматься так? Мы эти земли не уступали, эти земли нам не принадлежали. Азербайджан, говорит, Азербайджана не было 200 лет назад по ту сторону границы. И это наши армянские земли. Нельзя настолько пытаться форматировать сознание собственного народа. Не вчера армяне родились. Не вчера. И не так, чтобы у них память короткая, как у бабочки-однодневки. Мы хорошо знаем цену своего государства. Мы знаем, что реальная Армения, а историческая Армения ничем не мешает, а является органическим ее продолжением. И нынешнее, или когда говорят, вот государство, вот, значит, история государства, а не нации и так далее. Что здесь друг другу противоречит, в принципе? Существование наций против... Мы только говорим, что вот за пределами республики Армении нету армянских землей. Как это нету? Армения единственная страна в мире, наверное, которая со всех четырех страной гарантичится своей же собственной исторической землей. Со всех сторон. Северо, с юга, с запада, с востока. О чем речь вообще? Несуществующую историю Азербайджан пропагандирует. Собирают, арменизируют армянское национально-культурное наследие, памятники и так далее Арцаха и не только. Представляя их как албанскими, азербайджанскими, проводят разные шоу в Варшаве, в Лондоне. Представляя уже даже то, что памятники республики Армения, как азербайджанское наследие, даже христианские памятники. Вы же знаете, что по азербайджанской историографии Америку открыли азербайджанцы, первые на Луну высадились азербайджанцы, математику придумали азербайджанцы, а азербайджанцев придумал непонятно кто. Ведь вот азербайджан государство, фактически азербайджан государство, у которого столько отцов есть. Сталин отец, значит, пантюркистцы отцы, значит, Буньятов отец, Гейдар Алиев отец, Ильхам Алиев отец. Позвольте мне задать логический вопрос. Есть ли у Азербайджана столько отцов? Кто же тогда его мать в таком случае? И вот еще вопрос по поводу этого саммита международного, который пройдет в ноябре в Азербайджане, в Баку, КОП-29. Он пройдет под лозунгом КОП-29 во имя мира. Вот не считаете, что нужно на международном уровне поднимать вопрос, как может в Баку проходить саммит во имя мира, когда у нас столько там пленных находится? И, несмотря на это, армянское руководство все еще думает, ехать ли туда. И еще интересно, что вопрос возвращения армянских пленных даже не включен в проект мирного договора. Вот как вообще это все вам видится? На самом деле, значит, вот такая формулировка этого саммита, связанная с миром, это надсмешка над элементарной логикой. Саммит проводится фактически в фашистском государстве, с нацистским режимом, человеконенавистническим, который проводит массовые репрессии как по отношению к собственным инакомыслящим гражданам, так и в частности по отношению к армянству. Значит, армяне у них назначены пожизненными врагами и виновниками всего, что ни было бы. Значит, естественно, нужно требовать, чтобы как раз освободили удерживаемых лиц до этого саммита, в принципе. Потому что если они удачно и благополучно для себя проведут этот саммит, используя его как очередную пиар-акцию, трудно ожидать, что после этого они какие-то уступки делают в этом направлении. Значит, они же руководствуются и ценностями, и логикой базарного торгаша на самом деле. С ними, их дипломатия на самом деле, это базарная торговля. Что-то дать, меньше взять, больше взять, меньше дать и все такое. Нужно понимать логику тех, с кем ты ведешь переговоры. Можно сказать не просто логику, а понимать их и психологию, и менталитет. Надо понимать. В таком случае, может быть, есть шанс найти что-то общее, общий знаменатель к решению насущных вопросов. Если ты не понимаешь, абсолютно представления не имеешь, с кем и с чем имеешь дело, рассчитывать, что успех приведут в таком случае переговоры или еще что-то даст это, нету и невозможно на это надеяться. Я надеюсь, наши земляки тоже, беженцы из Азербайджана, свое слово скажут по поводу азербайджанских спекуляций о возвращении их, так называемых, беженцев. Опять пояснение. В Азербайджане никогда с точки зрения юридической беженцев не было. Азербайджан же не признавал независимость Карабаха. Значит, территории, освобожденных территорий переселенцы не могли бы считаться беженцами. Из одного места в стране переселяются в другое. Это не может быть беженец, к слову. Это мигрант в лучшем случае. По закону 1992 года о гражданстве Азербайджанской республики четко прописано явочным порядком. То есть в Армении, если беженец должен был обратиться за приемом гражданства, в Азербайджане прописаны были переселившиеся лица с территории Армянской ССР, автоматически считаются гражданами Азербайджанской республики. Не было у них не то, что миллиона, одного беженца не было никогда. Они продолжают на этом спекулировать. По советской переписи населения около 160 тысяч азербайджанских турок на территории Армянской ССР проживало, которые переехали добровольно, не было таких инцидентов, как в Сунгаите и так далее. Более того, они получили компенсацию от правительства Армянской ССР, финансовую. На то время, если я не ошибаюсь, чуть больше 100 миллионов долларов. Компенсацию получили. А сейчас Алиев то говорит, 310 тысяч должны вернуться в Армению. Потом говорит, что уже до нескольких миллионов растянул. Такое впечатление, что они, подобно саранче, так называемые их небеженцы, пришли на эту территорию и, подобно кроликам, расплодились так, что в геометрической прогрессии. И при том, что рожали не только женщины, походу, а маленькие дети и пожилые мужчины у них. Поэтому так умножилось число в их буйной фантазии. Понимаете? Беспредел просто. Но, с одной стороны, это может посчитаться, так скажем, несерьезным. А с другой стороны, надо отвечать на это. Они же абсурд возводят в рамк, значит, непреложной истины. Надо отвечать, не надо брезговать этого. Не надо говорить, ой, мы не будем отвечать. Не будете отвечать, как говорил Адольф Гитлер, между прочим, это говорил, а не доктор Геббельс. Сто раз повторенная ложь может стать на место истины. А это я от себя добавлю. Тем более, если ты не пытаешься противопоставить ей правду. Откуда должен знать? Среднестатистический обыватель в Лондоне, в Париже, в Нью-Йорке, он должен знать хитрости сплетения ситуации в регионе. Они историю своей страны не знают. Половина не знает, кто президент США. Они будут знать Армения древнее, Азербайджан древнее. Азербайджан не скупится и тратит огромные деньги на фальсификацию истории. Печатаются огромными тиражами, на многие языки переводятся разные фолианты, фальсифицирующие историю региона, переворачивающие все с ног на голову, где черное показано белым, а белое показано черным. Мы должны пытаться каждый противостоять этому, каждый на своем месте, так как он может. Если ты что-то проповедуешь, ты должен это исповедовать сам. Если ты не исповедуешь, ты не можешь это проповедовать. Это у лжи, как говорится, короткие ноги. Вот у азербайджана, азербайджанская лжи, короткие ноги. Просто эти ноги надо переломать. А для этого мы должны свою правду предъявлять. И не то, чтобы исхищряться, ухищряться последними словами ненависти, пылающими ненависти по отношению друг к другу внутри Армении. Мы не можем... Такой ненависти по отношению к врагу даже не видно со стороны Азербайджана. Мы не можем себе позволить роскошь быть изнутри расколотыми до такого состояния. Враг-то не дремлет. Что произошло с Арцахом? В данном случае, фактически, война сейчас... Война не закончилась. Когда говорили, что вот вопрос Арцаха так или иначе решится, и все. Нет, война не закончилась. Просто сейчас она передвинулась к порогу каждого из наших домов. Угроза реальная. Осознавать эту угрозу надо. Некоторые... Кто мог представить, например, реально? Даже Игорь Хамалиев этого не представлял. Даже в планах максимум, что Арцах полностью обезлюдят. Да, они держали Арцах в блокаде. Но с другой стороны, мы видим, что Азербайджан, например, строил дорогу в отход Бердзора. Для чего он строил в отход Бердзора дорогу, если бы в Арцахе армян не должно быть просто так, что им деньги мешали, что ли, что они эту дорогу. Зачем другая дорога нужна, если через Бердзор есть? То есть, планировалось так, что там армяне... То есть, они и мечтать не могли, что буквально за несколько дней страна обвалится в хаос, неуправляемый хаос. Паники из всего, фактически, да, с 19 сентября за несколько дней земля обезлюдила. Земля обезлюдила, фактически. Много было каких-то вариантов, не так, чтобы все было предначертано именно таким исходом закончиться. Нет. Просто центрального руководства не было в этом вопросе. И процесс прошел, по моему глубокому убеждению, стихийно. Поэтому привел... Посмотрите, во время агрессии Азербайджана погибли, вот этой последней, 23-го года, около 200 наших смелых бойцов, защищая родину от стайбы. Но в то же самое время на базе горюче-смазочных материалов 200 человек во время взрыва погибло. А потом говорят, знаете что? Это потому, что люди не соблюдают... Опять, виноваты сами люди, да, получается? Вину на погибших сваривают. Виноваты люди, потому что они не соблюдали технику безопасности. А на государственный объект строгой охраны кто допустил такое стечение людей, чтобы там еще технику безопасности не соблюдать, и чтобы к таким последствиям привел? Все должно быть четко. Каждый должен заниматься своим делом. Ни институт я с Лениным не согласен. Не всякая кухарка может управлять государством. Журналист должен заниматься журналистикой, историк-историкой, правовед, юрист правом. И так далее, и тому подобное. Очень осторожно следует, значит, насчет этих договоров и так далее, подходить к этому. Еще раз говорю, ни в коем случае нельзя фиксировалось, чтобы в названии бумажки было мирный договор. Ни в коем случае. Потому что, можно сказать, с момента окончания Второй мировой войны на территории Европы, мирных договоров как таковых, юридически, никто не подписывал. Это обязывающие, то есть мы хотим, чтобы Азербайджан как уже обратился с исками против Армении за эксплуатацию недр оккупированных территорий, в кавычках, и так далее, и тому подобное. Мы хотим, чтобы подписавшись, что мирный договор подписан, мы что, этим самым признаем, что мы 30 лет находились на чужой территории? Это такое невозможно допускать. Это просто нельзя. Это смертный приговор. Фактически, Азербайджан что для нас мыслит? Мы много слышим армянский перекресток. Перекресток мира переименовали. Вот перекресток мира. А Азербайджан этому всему представляет свое видение. Он видит Армению как концентрационный лагерь смерти, а никакой не перекресток мира. Или когда некоторые, бах, какая радость, а какая победа. Азербайджан согласился убрать вопрос Зангидзура из договора. Не согласился, хватит манипулировать. Не согласился Азербайджану врать в Зангидзурский вопрос. Зангидзурский вопрос остается краеугольным камнем азербайджанских претензий к Армении. И не только азербайджанских. Что Азербайджан согласился делать? Ход лошадью сделал. Он согласился не делать акцент на том, что будут разблокированы транспортные коммуникации. Это значит Армению оставить в блокаде. Но это не значит, что от Зангидзура отказываться. Они согласились не указывать разблокировку коммуникаций. Проще говоря, кто-то там мечтал через Тауш, через Азербайджан ездить на север, на запад, на восток. Не будет этого. Кто-то там мечтал, что из Мегарит, через Нахичеван в Ереван можно будет поехать. Не будет этого. Не будет. Они видят только вот этот участок, что должен быть под их контролем. Но на самом деле не только этот участок. Не случайно они формируют там правительство в кавычках западного азербайджана в изгнании. На случай, если геополитическая ситуация для них сложится удачно, они не применят прибегнуть к новой агрессии. Те территории, которые они могут, планируют оккупировать, а это они не скрывают. Севанский бассейн, Вайотдзор, Зангидзур, южную часть Араратской области и Таушской области Армении. Там посадить свое марионеточное правительство, которое они формируют. Вот что. И не случайно же Алиев сказал, что ни на сантиметр, ни на один сантиметр с оккупированных территорий уже на территории Республики Армении они свои войска выводить не собираются. А что же демаркацию и делимитацию стали проводить на участке в Тауши, например? А не на участке Вайотдзори, не на участке, например, в Севанском бассейне, где азербайджанская сторона продвинулась. Там бы пошли, делимитировали, отодвинули бы азербайджанские, от джермуг азербайджанских турок отодвинули. Что же бы выбрали? Вообще-то, если это делимитация, демаркация проходит, она должна быть тотальная по всему, а не кусками отдельно избирательно. Это неприемлемо. Где такое видано? Вот еще зампред Республиканской партии Армена Шотян выдвинул концепцию по отношению Корцаху, «Государство без территории». Как вы к этому относитесь? Отрицательно. Категорически отрицательно. Не все, что говорит оппозиция, это правильно. Арцах государство с территории, которую нужно вернуть. Никто не ставит вопрос о том, что в такой ситуации наисложнейшей развязывать войну, втягивать войну и так далее, но стоять и созерцать безразлично на то, что происходит на наших глазах с Арцахом и Арцахцами, это непозволительно. Возмутительно, можно сказать. Есть нам что делать в этом направлении. Мы можем сделать Арцах снова армянским. А это государство без земли, как без земли, то год еще не прошел, как Арцахцы покинули Арцах. Это не случай с азербайджанскими армянами, где уже 30 лет прошло. Это не случай с нахичеванскими армянами, которых выдавили за сколько времени. Это вот буквально на наших глазах произошло. Мы хотим смириться с тем, что Арцах, значит, Арцах постигнет судьба республики Сербская Краина на территории Хорватии, которую захватили и выселили население оттуда. Мы с этим не должны смиряться. Но, простите за мой французский, помимо Сербии самой, у них еще есть государство у сербов. Боснии и Герцеговины, половина, республика Сербска, половина, считайте, одна треть территории Боснии и Герцеговины. У нас такой роскоши нету. И вы меня простите, мы не в центре Европы находимся. Наши соседи, к сожалению, не Франция, Германия или Бельгия. Наши соседи Турция и Азербайджан, у которых представления от цивилизации варварские для нас. И мы должны понимать, что вот когда мы говорим, что интегрироваться с Западом, Запад четко сказал, что нас там не ждут, что мы хотим. Ну и что, а сколько они говорят халва-халва, во рту от этого слаще не станет, не собираются, не ждут они нас там. Не собираются, с одной стороны. С другой стороны, когда мы говорим, что по поводу наших земель, мы не должны забывать, что мы должны бороться для того, чтобы закрепить наши права, а не ожидать сидеть на тахте и ждать судьбы. Такого не получится. Если мы этого не сделаем, если по направлению, если арцахские власти не возьмут ситуацию в руки, они обязаны перед гражданами, которые их избрали. А граждане имеют право, кто избрал, требовать с руководства. А все остальное, это уже ответственность руководства. Если не могут, если не в состоянии сделать, могут уступить место другим лицам. И так далее, и тому подобное. Для нас смиряться с правительством, исключительно с правительством в изгнании, когда еще реальная возможность есть заявить о правах. Я не говорю обязательно использовать, а не просто возможность, а мы обязаны. И азербайджанские армяне, беженцы тоже обязаны. Я еще раз говорю, не то, чтобы сегодня сняться и поехать в фашистский Азербайджан под заржавелый, окровавленный Ятаган снова. Нет. Но право от своих прав мы не должны отказывать. И заявлять свои права, а тем более в случае с арцахцами, это совсем другая история. Это необходимо сделать. Мы никогда не забудем то, что с нами сделали. Никогда не простим. И не дадим об этом забыть. Пока мы существуем еще, мы будем бороться. И думаю, что наша борьба это не сугубо гуманитарный вопрос, как вопрос Арцаха, а вопрос национальных и государственных интересов Армении и всего армянского народа. Тут три единства должно быть. Единство армян диаспоры, армян Армении и арцахских армян. Когда мы говорим, что вот так Азербайджан, так, сяк, пятое, десятое, мы не должны забывать, что как минимум человеческий потенциал армии обороны Арцаха, люди, кадровые и военные, сама армия обороны Арцаха сейчас находится на территории Армении. То есть необходимо этот потенциал использовать для защиты, как минимум, республики Армения. Не оставлять бесхозным этот весь вопрос, а использовать во имя интересов нашей страны. И надо всегда помнить, что наше дело правое, и победа обязательно будет за нами. Значит, я уверен, что, значит, ну, я как считаю? Я считаю, мы должны для себя формулу принять. Победа должна быть нам и смерть нашим врагам. Господин Айвазян, на такой оптимистической ноте благодарю вас за интересное интервью. Благодарю вас. Благодарю вас. Благодарю вас.